всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем в канале хочу пожелать вам прекрасно отличной недели для тех кто смотрит рассказ в тот момент когда он выходит для тех кто будет смотреть в другое время просто хочу пожелать вам прекрасного отличного теплого настроения если быть максимально откровенной я опять нервничаю почему потому что после месячного отпуска который я впервые за много-много лет позволила себе отдохнуть в прямом смысле отдохнуть когда ничего не делала просто лежала и старалась разгрузить свою голову по мере возможности до плюс при условии того что моя жажда и любовь к обучениям не оставляли меня просто так и целый месяц я все равно много чего интересного для себя узнала изучала но сейчас не про это сейчас просто такое небольшое вступление чтобы я сонастроилась с вами кому не интересно можете промотать сразу на необходимую вам позицию хочу поблагодарить вас за то что теперь уже живем до в камере что вы меня ждали что вы остаетесь со мной мне очень приятно еще хочу поблагодарить вас за ваши комментарии под первым моим видео после отпуска где я записывала только руки карты на самом деле очень очень приятно что а тебе помнят да что с тобой остаются что тебе верят и это не просто слова это действительно знаете такая поддержка что ли своего рода когда ты принимаешь какие-то решения в данном случае решение которое я приняла отдохнуть целый месяц и не выпускать видео и у меня всегда были сомнения что я приду и много людей отпишутся и надо будет начать начиная все сначала но для меня это было очень важно да вот этот отдых этот перерыв и когда я вернулась и увидела ваши комментарии что вы со мной вот прям я очень очень порадовалась я вам благодарна за теплые слова за поддержку за веру в меня это клёво на самом деле как вы видите я поменяла немножко обстановку мы видим новый а стол до с которым я работаю купила себе новую лампу повыше поэтому угол наклона будет по-другому уже да то есть я вкладывалась подготавливалась а почему потому что я всегда за качество мне нравится не только чтобы расклад был только ради расклада мне как человеку вообще все время нравится улучшать что-то да и давать более качественную информацию не только визуально да что-то меняя в своем интерьере а чтобы вам было приятно смотреть а еще и качество моей работы поэтому постоянно я работаю над собой расширяя что-то узнавая изменяя в себе и могу сказать что предыдущий раскат который я делаю чему вы научились за первые полгода он не набрал столько много просмотров видимо но людям это не совсем интересно хотя те кто действительно работает над собой очень важно отмечать прогресс очень важно отмечать свои изменения и за последние девять месяцев что я работал над собой это не случайная цифра девять месяцев как рождения ребенка я отслеживала и увидела огромные изменения в моем характере в моей личности в моем состоянии моем отношении к миру к людям и ко всему и это радует на самом деле потому что если мы не видим результата своего своей работы независимо того какая это работа то мы впадаем в некую такую иллюзию того что мы работаем над собой вот но вот такое вот вступление просто потому что важно было как говорится разговориться и расслабиться вы видите перед собой очень красиво теперь видно в кадре камешки видны на темном фоне можно выбирать голубенькие красненькие зелененькие первая вторая и третья позиция как обычно расклад который мне предложили называется теперь мне видно вот здесь вот у меня компьютер я убрала на со стола где буду делать расклад и на моем рабочем столе видно называется что одна скрыта в данный момент и мы с вами посмотрим колоду который я держу в руках называется таро небо и земли заказала себе еще новые колоды наверное это вот какое-то такое предстрастие ладно так и мы с вами приступаем как мы сделаем так наверное вот эти вот камешки я просто уберу в сторонку до чтобы вам было видно и вот этот вот голубенький будет как показать и того с какой позиции мы работаем ну хотя в принципе есть тайм-коды напоминаю что все мои услуги стоимость как со мной связаться обучение и либо индивидуальный расклад есть в описании под любым моим видео по ссылочке мои услуги нажимаете читаете и совершайте необходимые действия мы с вами приступаем что от нас скрыта в данный момент и так что от нас скрыта знаете здесь такое ощущение что не то чтобы скрыта а вы как будто бы попали в какой-то момент некая такая полость которая разделяет как какой-то вот не то чтобы переходный этап а предварительный этап перед чем-то новым что вас ожидает очень напоминает как знаете фантастических фильмах когда люди выходят там я не знаю в космос либо на другую планету и по возвращению их как будто бы очищает заводит какую-то бара камеру да и очищает от всех микробов которые могли бы убить жителей допустим той или иной планеты так вот здесь вот какое-то такое только она достаточно темная какая-то полость очень напоминает визуально на то как если бы мы смотрим на луну и вот мы видим темные пятна так вот ощущение того что вы попали сейчас какое-то темное пятно но это не пустота а это как будто бы знаете такой подготовительный этап к чему-то новому да как будто бы вас туда поселили абстрагировали от внешнего мира от всего для того чтобы как будто бы созрели для дальнейших ваших действий поэтому то что вы не видите на самом деле это то что вы находитесь сейчас каком-то переходном таком этапе когда есть такое вот отгорожение до ощущения что вот вас как будто бы отгородили от внешнего мира от взаимодействия от дальнейшего развития для того чтобы вы созрели вот это вот прям созревание вам необходимо хорошо давайте посмотрим на картах что же от вас скрыто на данный момент ну вот я сказала аркан повешенного аркан повешенный говорит о чем о том что вы сейчас проходите некий такой духовный урок в колоде дорог есть два таких аркана непосредственно связанные с некой инициации это аркан смерти и аркан повешенного аркан повешенного нам говорит о том что вы сейчас находите в некой такой остановки это не зависшее положение а это ситуация даже не для того чтобы вы что-то проанализировали что-то проверили а здесь идет некая такая зачистка остаточных явлений в данный момент что вы не видите да что вас лишают чего-то того что было очень важно значимо для вас для того чтобы вы получили нечто большее я не могу сказать что в период который вы находите сейчас он эмоционален мне чисто интуитивно идет такое знаете некое успокоение даже нету каких-то волнений по поводу того что будет как будет некое такое здесь даже не смирение а принятие да вот я принимаю этот период что сейчас со мной ничего не происходит но это видимая видимость такая некая того что с вами не происходит ничего на самом деле я уже объяснила что процессы идут и идет вот очищение это слово то называется как будто вот знаете от бактерий каких-то лишних бактерий вот убивают нам всем нужны бактерии да потому что они выполняют какую-то свою функцию а вот здесь а стерилизация вот вспомнила идет некая такая стерилизация вас от ваших каких-то прежних знаете здесь стираются какие-то программы которые у вас были которые уже вам не нужны вы это будете ощущать какая некая такое знаете забыл что вот я забыл либо забыла как я вела себя иногда бывает такое знаете вот ощущение пробела то есть вы что-то хотите сделать и вот такая лоб и и зависли а зависли причем если вы раньше какие-то действия делали на автомате даже не задумываясь да а теперь вот как будто бы знаете вот мне показ несколько моментов да то есть вы чистите как будто бы зубы и вот такое знаете мгновенное замерзание типа а правильно я чищу так ли это надо то есть вот может быть надо там круговыми какими-то движениями а я как-то делал то есть какое-то уточнее что я забыл причем забыли то то что вы делали на протяжении многих долгих лет я не знаю это может быть хотите завязать шнурки там накидах на кроссовках и как будто бы узнать в доли секунд а как и завязывать потом гоп опять вспомнили и стали то есть вот здесь такое вот ощущение что вот как будто бы действительно стирается память но память стереть нереально а это забвение и вот ощущение того что сейчас у с вами происходит вот эти вот моменты забвения то что вам не нужно она уходит на задний план для того чтобы высвободить это когда мы зачищаем компьютер убираем ненужные там программы сообщения там не знаю фотографии все что угодно для того чтобы освободить место для чего-то нового что еще вы не видите вы не видите по так вам вот тогда видно и вот так должно быть видно хотя перевернуты но вот камера видно двойка педакли двойка педакли говорит о том что сейчас вы как будто бы находитесь какой-то суете некой здесь даже две категории людей у меня идет одни которые более спокойные и они просто проживают этот момент понимаю знаете что вот он как будто бы какой-то переходный этап и мне не нужно ничего планировать не нужно ничего делать и вторая категория людей люди которые знаете вот как-то суетятся вот это вот внутреннее ощущение что мне что-то нужно делать но я четко не понимаю что мне нужно сделать и вот вы знаете вот в этом ощущении проводите весь день потом приходит вечер и возникает чувство что то ли я что-то забыл сделать то ли что-то такое важное ценное надо сделать а я это не сделал и вы не можете уловить вот эту вот нить вот это вот чувство а что же это такое было на самом деле да то есть что я должен был сделать вот это вот некая суета непонимание также вам вы не видите о том что сейчас происходит некая такая гармонизация ваших полярности то есть если раньше вас раскачивала достаточно много на качелях то сейчас вот это разгон от одного полюса к другому до от минуса к плюсу он становится все меньше я не говорю о том что вы приходите к балансу но уже вот знаете это внутреннее ощущение того что мне не нужно так ярко вот здесь вот проживать какие-то моменты до либо слишком много радости либо там слишком ярко так огорчение и сожаление такое ощущение что пришла какая-то позитивная для вас ситуация вы ее приняли окей хорошо как знаете вот как само собой разумеющийся что так и должно быть и вот тем самым вот этот вот раскачка ваша баланс не баланса как же она называется вот этот вот раскачка амплитуда она становится меньше и вы все больше больше стараетесь как-то вот интегрировать внутри себя две противоположности но при этом не включаясь полностью в одну или в другую давайте я посмотрю на этой карте на этой колоды колода приведений так что вы еще не видите да что от вас скрыто на данный момент что от вас скрыто на данный момент двойка жестов от вас скрыто то что вам придется принять какой-то выбор что-то для себя решить то есть еще не время еще не время определяться да для того чтобы сделать правильный мудрый выбор по двойке жезлов вам надо будет как-то знаете вот то что я говорила первичина как-то созреть созреть я подразумеваю получить приобрести какие-то новые модели поведения для того чтобы сделать дальнейший путь до шагнуть то есть перед вами будет какой-то выбор что вам нужно будет делать и вот чтобы сделать именно необходимый выбор то вам нужно будет как будто бы иметь какую-то дополнительную информацию но это не в контексте знаний а в контексте именно своего собственного характера ну вот к примеру да вы поработали над качеством уверенности в себе да допустим в профессиональной сфере и вам уже предлагают допустим какую-то лучшую должность до более качественную более статусную и вы уже готовы потому что вы поработали своей уверенностью вы готовы принять этот вызов до сделать этот выбор но если бы этого качества у вас не было то вы бы не смогли сделать выбор вы бы отказались от этой должности почему потому что вы были бы еще не готовы вам казалось что вы эту должность не заслужили надеюсь я объясняю понятно чем здесь то что вы еще не видите от вас крыта ваше дальнейшее движение куда вы пойдете что вы будете делать но это в принципе чем пересекается с повешенным что я сказала да то есть вам сейчас даются такой этап избавления от всего ненужного от тех блоков которые вас сдерживали для чего для того чтобы собрать необходимую силу внутреннюю дать для дальнейшего какого-то движения то есть знаете вот как будто бы есть некий путь но он скрыт какими-то камнями ветками все такое вот прежде чем вы шагнете на этот путь да вот дорогу зачищает выравниваю для того чтобы вы смогли в дальнейшем по ней идти то есть убирают все лишнее поэтому ваш дальнейший путь от вас скрыт здесь выпадает окан дьявола говорящий о том что дальнейшее ваше движение она будет направлена безусловно на ваше развитие вас как личности но нужно будет знаете вот преодолеть будет какое-то вот преодоление себя что ли то есть нужно будет как будто бы прыгнуть выше себя выше своих каких-то возможностей да нужно будет проявить некое такое бунтарство в дальнейшем и поэтому вам сейчас дают период чтобы вы собрались силами да по сути для дальнейшего какого-то рывка продвижения потому что аркан дьявола он говорит о неком таком бунтарстве когда я иду против системы когда я иду против каких либо рамок когда я убираю все все теневые аспекты которые мне мешают на моем пути становление себя именно знаете вот принять свое занять свое какое-то место ну и давайте вытащим вот на эпическом тару две карты и мы на этом закончим первую позицию что еще скрыто от вас 20 аркан о том что на самом деле большого очень период вашей жизни был завершён и начинается в период какой-то вот абсолютно новой вашей жизни да вы как будто бы расплатились уже я не говорю что сейчас а вы уже как-то вы расплатили со своими долгами всем людям которым должны были да вот ощущение того что он какой-то новый новый шанс вам дается начать жизнь с чистого лица только уже в таком более зрелом статусе для себя до статус может быть абсолютно разный да то есть как-то вот здесь вот идет некое такое перерождение до когда вы ощущаете вот эту вот внутреннюю уверенность да по жизни что теперь как вы будете совершать какой-то выбор либо что вы будете делать вот есть какая-то опора внутри вас появилась то есть понимание вообще того как устроен мир и у каждый человек он проигрывает какую-то свою роль то есть если раньше допустим вы могли включаться в какие-то дискуссии ссоры да и отстаивать свою точку зрения то сейчас вот ощущение того что вы как будто бы повзрослели до выросли очень сильно окрепли и вы уже не вступаете сразу в какой-то вот я не знаю дискусс скорее всего вы больше присматриваетесь и понимаете а нужно она вам то есть здесь какая-то вот более зрелая позиция что вы созрели и как раз таки выпадает туз кубков говорящие непосредственно о том что с одной стороны здесь абсолютно разные личности с одной стороны кто-то действительно найдет вот это вот понимание смысла жизни да для чего он живет кто-то придет именно вот внутреннему знаете ощущению наполненности некой такой гармонии умения жить да здесь вот такие достаточно абстрактные понятия говорящие о состоянии удовлетворения да кто-то действительно проработает вот это вот знаете отпустит вот это чувство одиночества вы как будто бы с одной стороны раньше вам казалось что вот я одинок меня никто не любит а тут какое-то знаете очень важное перерождение вашей жизни произошло и вы отпускаете этот момент и говорите каком одиночестве когда жизнь полна всевозможных приключений интересов людей то есть я в принципе ничего и не знал они это знаете очень напоминает про то что как человек проснулся после литургического сна и вот он хочет все попробовать все вкусить везде побывать познакомиться с новыми людьми увидеть новые места новые интересы то есть и вот из 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 такой позиции у вас уходит вот это вот чувство одиночества с другой стороны вы отработали да вот здесь вот может быть сценарий в отношениях до отработали и вам дают какую-то новую возможность создания уже отношений в своем формате да может быть это не совсем традиционный формат а именно то что необходимо вам для вашего дальнейшего движения также по тузу кубков у нас проходят еще один очень важный страх кроме страха одиночества это то что меня не понимают и вот здесь вот вы скорее всего придете к такому моменту что из-за того что вы стали себя лучше понимать лучше осознавать что вы хотите мира вам повернулся тем же лицом как говорится и люди стали вас вы стали более понятны для людей да то есть уже нету такого вот непринятия здесь очень прям знаете вот такие огромные глубокие пласты у вас проработаны вашей жизни то есть здесь не поверхностная работа здесь очень прям высокий такой уровень чувствуется здесь не бытовые аспекты а здесь вот именно вашим характере в вашей личности да что-то вот такое вот внутреннее да не внешнее здесь проявление так вот такая вот у меня была первая позиция и мы с вами сейчас так это первая позиция приходим позиции номер два красненькому камешку что от вас скрыто в данный момент здесь радость идет до какая-то вот радость а может быть кто-то ждал рождение ребенка либо хотел ребенка либо ваше рождение здесь очень много детской энергии детской не в контексте подростков а вот в контексте именно детей ну максимум лет пять это я много сказала вот может быть сейчас у вас настроение такое может быть состояние такое либо эту энергию вам не хватает привнести в свою жизнь но вот здесь вот мне показывается как раз таки вот это вот энергия радости какого-то смеха то ли вам это необходимо было то ли вас это ожидает знаете вот какой-то праздник от вас скрыт какой-то праздник а почему почему здесь это скрывает пятерка кубков пятерка кубков говорит о том что вам вы как-то вынуждены были повзрослеть пятерка кубков говорит о том что мы сокрушаемся от той радости от трех кубков да когда все было легко все было весело вот а сейчас как-то вот я не знаю то ли расставание то ли какие-то утраты заставили вас стать более серьезным что ли двигаться дальше то есть вот вы долгое время не хотели как раз таки видимо поэтому энергия радости детской шла не хотели не то чтобы вот взрослеть да почему потому что у вас было какое-то понятие что взрослость это вот отсутствие легкости а вам эта легкость была необходима и вот сожалению по пятерке говорится о том что у вас как будто бы научили отсекать излишнюю чувствительность излишнюю эмоциональность где-то в каких моментах да вы скорее всего были чрезмерно эмоционально и вам показывали что это выбивает вас из вашей гармонии и приводит вам ну вот ненужные какие-то проблемы что еще скрыто от вас сейчас отшельник до выходит скрыт отшельник скорее всего здесь ответы на какие-то важные вопросы то ли вас это в будущем будет ожидать да вот какой-то момент либо вы сейчас его проживаете скорее всего я склоняюсь почему потому что вы очень изменились вы от яркости эмоциональности ушли повзрослели больше стали закрытыми за замкнутыми такими серьезными так вот от вас скрыто то что в будущем вы сможете реализовать какую-то на вашу идею сейчас ощущение того что она у вас как будто бы вызревает да это может быть во всех сферах жизни какая-то идея над которой вы стали задумываться да и вы ее как будто бы ну вот вынашиваете обдумываете вот это вот тут внутренний процесс с одной стороны с другой стороны вы как будто бы здесь что-то связано с инсайтами с каким-то получением опыта от вас вас скрыто скорее всего результат вашего внутреннего опыта который вы получали знаете здесь по отшельнику в отличие от эрофанта и тот и другой говорит о духовности только разница эрофанта заключается в том что о эрофант имеет способность возможность переходить по ту сторону бездны для того чтобы получать божественные какие-то и зарей озарение и он по своей природе по своим задачам функциям должен передавать божественное слово да а вот отшельник он получает не божественные какие-то озарения а его личный собственный inside который важен и ценен исключительно для него то здесь вот это вот субъективные субъективный какой-то опыт и именно поэтому отшельнику очень сложно передавать то что вы прожили да вот ваши какие-то внутренние сайты для вас они могут казаться прям вот такой жемчужины до что-то таким важным целостным но стоит вам только открыть свой рот и рассказать вот что что вы поняли что вы осознали да что для вас может быть вот прям божественным каким-то озарением это теряет смысл почему потому что то что вы проживаете это важно для вас не забывайте об этом и почему потому что когда у вас появится желание поделиться с кем-то своими какими-то инсайтами вы можете быть непонятыми а у вас есть вот это вот разочарование эмоциональное до желание проживать все ярко получать обратную связь внимание эмоции состояния других людей вы можете этого не получить по причине того что этот опыт он субъективный он важен или только вам для других людей он может быть не столь ценят потому что им на их этапе развития это не нужно поэтому имейте это ввиду это приносит вам иногда огорчение что еще скрыто от вас колесничий колесничий говорит о неком движении да о том на чем вот здесь вот очень много энергии до что по отшельнику что по колесничьему концентрации фокусировки на чем-то то есть то ли это скрыто от вас то на чем вы сфокусируетесь после того как пройдете какой-то вот сейчас этап который вы проживаете вам нужно быть на чем-то сфокусироваться да то есть на какой-то конкретной цели то ли вы скрываете да сейчас вот это вот какую-то вашу внутреннюю цель да и вы ждаете нужного момента для того чтобы совершить прорыв это знаете такая фееричный возврат да к чему-то там я не знаю после отпуска на работы пришли и все вот ошеломили от вашей красоты от вашей энергетики и вот что-то здесь такое то есть колесничий причем этап который скрыт от вас он важно здесь выпало из трех карт два великих аркана колесничий у нас также говорит кроме цели о концентрации о фокусировке на вы будете сфокусированы на чем-то не обращая внимание на что-то другое вот с чем это будет связано я не знаю что еще от вас скрывают на данный момент до что от вас скрыто посмотрим на колоде эпического таро что от вас скрыто так смерть от вас скрыто да и аркан влюбленных очень важные моменты на самом деле скрыть от вас потому что выпадает великие арканы скрыто от вас то что не взирая на то что хотите вы это или нет вот прям фонит мне пятеркой кубков о том что вы ну вот вас ведут к этому моменту взросления я не могу понять для чего почему для вас это так важно да но вот здесь вот скорее всего аркан смерти он говорит о том что слезы которые ты льешь да причем здесь по пятерке кубков слезы и в аркане смерти да здесь изображен мальчик как будто бы до слепой который закрывает глаза на вот на всю эту смерть все что отмирает до для того чтобы ну не видеть чтобы его это вот не включала как-то эмоционально чтобы ему не было больно и здесь говорится о том что не смотри на смерть как на некую такую боль утрату да то есть даже если вы будете закрывать глаза это все равно произойдет поэтому если вы отказываете что-то видеть это не говорит о том что этого не будет происходить здесь вам нужно посмотреть вот именно в своем сознании изменить восприятие да и аркан влюбленных говорит о том что нужно переоценить ваше восприятие каких-то моментов да то есть иногда возможно у вас появляется вот это вот позиции да я я ну убегание они решения задач а я убегаю да вот я осознанно закрываю глаза на что-то я не хочу это видеть то есть вы как будто бы занимаетесь неким самообманом и вот аркан влюбленных он говорит что здесь нужно сделать нужно совершить вот эту вот оценку почему вы так поступаете то есть где-то вы занимаетесь самообманом неким вот что-то хочется сказать что то вы здесь не видите вот от вас это скрыто что вы не видите давайте мы спросим восьмерка мечей восьмерка мечей говорит вот здесь вот не знаю насколько вам видно женщина приковано к скале вот и и идет некое чудовище с мечом под подмышкой до которая держит в руке вот здесь не знаю насколько вам видно цветок и ощущение того что вот у этой женщины до что она ждет что ей я враг да поэтому здесь нарисован как чудовище нанесет какой-то удар но вместо того чтобы нанести удар он дарит в руке держит цветок он намеревается подарить ей цветок смысл этого аркана заключается в том что ты никогда не знаешь откуда придет помощь то есть то тот человек которого ты воспринимаешь как своего врага велика вероятность что именно от него и придет помощь то есть даже если враг для тебя ну относится к тебе не так позитивно да поэтому ты его и называешь врагом то за эти вот меч который он держит за его поведением скрывается его какая-то история то есть прежде чем назвать человека своим врагом и осуждать его поведение по отношению к вам нужно поинтересоваться о его истории как он стал таким человеком как он стал таким чудовищем да то есть он тоже не 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 случайно он не родился чудовища что-то какая-то его история личная привела его к такой позиции и именно вот от людей которые прожили какую-то боль а вот ключевая здесь у вас пятерка все-таки кубков хотя это не великий аркан и все равно это очень вот прям ключевой момент люди вот где-то закрылись где-то стали более жестокий и вот к вам придет помощь именно такого человека и то что вы не видите это скорее всего вот ваша оценка людей она должна измениться вот этого вы не видите то есть как вы оценивали по каким критериям вы оценивали людей здесь эта информация идет я не знаю насколько она связана потому что сейчас но мой мозг вообще отключился вообще ничего не понимаю что я говорю вот но это важно потому что если я буду ставить фильтры логики анализировать то я не смогу вам передать информацию которая необходима и посмотрим на колоде тару приведения что одна скрыто что от вас скрыто в данный момент король кубков от вас скрыто скорее всего либо какое-то ваше прошлое либо эмоции до либо состояние вот и любви некой такой любви четверка педагли то что то за что вы держались на то что вы то в чем вы были убеждены вот поступок по в контексте любви вот здесь либо эмоции от этого сейчас у вас скрыто где знаете как проходит какая-то вот такая энергия сейчас секунду не могу ее уловить это состояние ощущаю а как будто бы что от вас скрыто эмоции что то это связано с эмоциями в прошлом хочется сказать то как вы любили что ли то как вы эмоционировали пора раньше то как вы воспринимали но ключевое здесь вот чувство и и вы вот были убеждены но я не знаю допустим что вот любовь должна быть вот именно такой что любить меня надо вот так выражать камни эмоции надо так то есть когда я вижу вот это да я понимаю что меня любит вот вот здесь вот какие-то ваши суждения в прошлом которые для вас были цены а что с ними происходит сейчас десятка педаклей они как будто бы вас знаете удерживали от как будто бы здесь призраки вот ваших вот этих вот чувств они удерживали вас от какого-то дальнейшего движения именно к единению либо созданием как какого-то союза да с другими людьми то есть ваше понимание а как надо любить как надо выражать эмоции вот вот это вот вас как будто бы сдерживала от того если для кого-то важно было вот именно создать союз до отношения там семью брак не знаю что то такое вот то это вот вот именно вот это вот вас сдерживала до ваше убеждение по поводу чувств в прошлом это как-то имеет вот из прошлого это тянется я не знаю здесь о чем не могу понять вот но давайте еще одну карту вытащу что еще от вас скрыто да и вот смотрите на повторе идет шестой великий аркан влюбленный а вот от вас как раз таки скрыто скорее всего здесь вот именно по этому аркану только про любовь я могу говорить они про анализ выбор посмотрите какая красивая да здесь вот любовь на вот такое ощущение что вот от вас скрыта какая-то любовь и скорее всего после того как вы сделаете вот эту вот вашу переоценку того кем вы считали врагом вот здесь завязка на эмоции и на огорчение то есть знаете как это может быть один из вариантов могу сказать то есть у вас были какие-то отношения и вы считали что этот человек прошлом был для вас но вы расстались и вы его считали каким-то врагом что вот он какой-то неправильный но при этом вы как будто бы не видели его историю и почему он поступил так как поступил по отношению к вам и вот вам нужно было в этой истории пересмотреть свою позицию не пожалеть его там как-то пересмотреть свою позицию почему вы держались за то что вы держались в эмоциональном плане и вот это то знаете это вот как будто бы есть понятие что ну мужчина должен ухаживать он должен делать первые какие-то шаги там вот какие то вот эти вот правила да что если он допустим не там через полгода не предложил там брака значит все это не ну это не мой человек он там а гулящий либо еще что-то то есть вы начинаете делать какие-то выводы исходя из ваших ценностей в контексте эмоций чуста но при этом вы не смотрите вот я говорю закрываете глаза вы не видите как допустим благодаря этому человеку вы выросли и изменились вы стали смотреть на вещи по-другому да допустим вы и не обращали внимание ну то есть вы вам важны были только вы и вы не видели из-за каких-то своих убеждений других людей что допустим ну не все хотят брака если вам понравился этот человек возможно у вашего выбранного партнера какая-то своя личная история личная трагедия которая не позволяет ему создать отношения и для него это тоже важно но вот из-за того что вы не могли договориться дань и вы настаивали на своем а партнер настаивал на своем а вот здесь вот произошло какое-то расставание и вопрос не в том чтобы вы подстраивались по другого человека вопрос том что вы осознали эту модель что другой человек у него есть другая история из-за того что у него есть другая история он от этого неплохо да и И не то, что он вас не ценит, а вот у него как будто бы иной мир. Вот здесь что-то такое глубокое, вам нужно осознать, да, вот то, что я говорила по отшельнику, то, что вы вынашиваете какую-то мысль и в дальнейшем сфокусироваться, да. То есть через понимание другого человека вы как будто бы фокусируетесь на себе, на том, что вы хотите иметь в будущем. И более вы делаете какой-то, знаете, для себя определяетесь в том, что вы хотите, и идете конкретно к тому, чему вы хотите, не притягивая уже то, что может вас сбить с вашего пути, да. Вот здесь что-то такое, а цель у вас вот создание семьи, даже, скорее всего, не то же создание семьи, сколько вот любви, понимания, взаимопонимания и некой взаимности, да, по крайней мере, в чувственном аспекте, да, взаимности, в желании взаимно быть с человеком. Я три раза повторяю слово взаимность, потому что она вам важна. Вот, что-то здесь такое мудреное я наговорила, не знаю, надеюсь, вы поняли. И это была вторая позиция. Так, и мы с вами переходим, да, теперь я хорошо вижу время. Так, к позиции номер три и зелененькому камешку троечки, что вы, нет, вот это, что от вас скрыто в данный момент. Давайте посмотрим, что от вас скрыто в данный момент. Так. А, немножко зависла, почему? Потому что, думаю, аркан влюбленный, я же его только что вытащила. А это была другая колода. Вот, в второй позиции дважды выходил аркан влюбленный, поэтому я немножко зависла. Что же здесь от вас скрыто? Сейчас я уточню, потому что здесь не совсем понимаю. А, здесь от вас скрыто понимание вашего дальнейшего пути. То есть у меня по всем трем позициям, как будто бы люди начинают заново куда-то двигаться. Ну, может быть, пора такая, да, весна, дальнейшее движение. Здесь от вас скрыто, как будто бы какое-то решение, да. Вы как будто бы еще анализируете, куда вам дальше двигаться. Есть ощущение, знаете, вот каких-то возможностей, да, горизонтов, которые перед вами открываются. И здесь много эмоций, да. Здесь у кого-то могут быть какие-то сомнения, какой-то, знаете, тремор. Это не страх, это вот какое-то вот волнение, предвкушение. Знаете, вот чувство такое, что вот вам неожиданно открылись все двери. Вот абсолютно все двери. И вы в неком таком замешательстве. А какую же мне дверь открыть-то? А те, кто уже вошел куда-то, да, вот, знаете, вот возможности, которые открываются, да, горизонты, которые открываются перед вами, они вас как-то, какое-то вот волнение вот идет. Вот у меня здесь, знаете, такое чувство, боже, 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 что делать, да, что делать, куда бежать. Но вот это приятное ощущение, это не негативное, это очень приятное ощущение, да, волнение, как будто вот, ну, я долго этого ждал, да. Вот здесь вот кто-то, ощущение того, что кто-то хотел поступить, да, почему консерватория идет, не знаю, но, может быть, кто-то действительно поступал. И вот, а теперь возможность, а теперь обучение, а как это, а что это, и вот это предвкушение, и кем я буду, вот у меня аж мурашки идут. И вот это вот, знаете, хорошая энергия, но она такая вот, тремор, тремор, но удовольствие, вот это приносит удовольствие. У вас, знаете, чувство такое, что вот открылись глаза, нет, не открылись, а к выражению, глаза разбежались. Вот бывает такое, да, захочешь, когда ты глаза разбежались, и ты не знаешь, вот это вот точно ваше такое ощущение. Почему она возникает, и что в контексте скрытости, от чего здесь скрыто, то, что вас ожидает, да. То есть вот глаза разбежались, и я не знаю, что выбрать, и вот то, что я выберу, вот это вот от вас скрыто. Что еще от вас скрыто, маг, да, что от вас скрыто, то, что вы можете реализовать абсолютно все, что вы хотите. Я же говорю, то есть как будто бы запустили вас в Луна-парк, и говорят, вы можете пойти на любой аттракцион, да, причем все аттракционы, они вами желанны, вы, ой, я хочу и туда, и хочу, и не знаю, что выбрать, да, и сюда пойти, и это пойти. И вам говорят, вот, выбирай все, хочешь, но одно. И вы так, оп, вот это вот ограничение, да, то есть как что, одно, как, я на все не могу? Ну, нет, на все не может, на одно, на одно, и вы и туда метаетесь, и сюда мечетесь, и я-то хочу, и я-то хочу. То есть вот скрыто то, что какая-то реализация вашего желания, да, то, что вот вы можете, знаете, здесь создать какой-то, как будто бы свой какой-то вот мир, да, это когда вы действительно становитесь магом и волшебником, в кавычках, да, вы можете создавать свою реальность такую, какую вы хотите. Такое, знаете, ощущение, как будто бы вот вас допустили к какому-то источнику, что ли, какой-то вот волшебной палочке, вот вам говорят, пользуйся, и вы, а что, а что мне загадать первично, вот я и это хочу, и это хочу, и я не знаю, что выбрать, да, и вот и путешествовать хочу, и замуж хочу, и вот обучаться хочу, и в какой последовательности, и что, вот здесь вот какая-то вот такая растерянность присутствует. Так что же здесь скрыто, да, скрыто то, что вы можете реализовать любое свое желание? Что, почему здесь у меня аркан определенности выпал, да, анализа? Вот вы сейчас как будто бы анализируете, определяетесь с тем, что вы, на что бы вы хотели направить свою энергию, на чем бы хотели сфокусироваться для того, чтобы это реализовать. Да, что еще от вас скрыто на данный момент? Император. Император говорит здесь о чем? О том, что есть какая-то, знаете, вы живы, пока внутри вас есть какая-то вот эта вот божественная искра, пока есть внутреннее какое-то ваше желание, да, вот чувство такое, что, не знаю, почему у меня мысли такие пошли, не очень приятные, знаете, вот как будто бы я не умру, пока не реализую вот это вот желание. Знаете, есть люди, которые говорят, вот я хочу построить дом, вот он всю свою жизнь, особенно мужчина, посвящает тому, что вот я пока не построю дом, пока, а вот он когда построил, знаете, вот так порадовался, порадовался, вдруг у него инфаркт, и он умер. То есть, знаете, вот ощущение того, что вот я реализовала это, и все, ну, свое какое-то желание, и дальше цели никакой нет. Но здесь не, хотя для кого-то, может быть, так и проиграется, ну, в контексте мужчин, да, то есть достиг чего-то и вот не смог выдержать, ну, вот как будто бы потом смысл теряется. Вот здесь вот чисто метафорично, это не в прямом смысле метафорично, речь идет о том, что скрыто от вас, вот насколько важно вот эта искра желания, да, вашего внутреннего, которое кроется внутри вас. У меня ощущение такое, что вот пока вы не найдете свое какое-то вот предназначение, свое какое-то смысл, даже не предназначение, а смысл какой-то важный, на чем вы сможете сфокусироваться, да, вы, ну, как будто бы не успокоитесь. Так вот здесь вот как будто бы сейчас момент именно определения вас, вот куда, на что, на что мне направить свое внимание. Но здесь вот это вот какая-то вот божественность, что-то внутри вас, какой-то зов идет, куда-то вас манит, вот куда-то вас тянет, вот это какая-то такая ноющая, довязчивая. Да, здесь даже не мысль, а состояние, которое можно перевести в мысль, да, понять. Вот здесь вот какое-то состояние. Пока оно у вас есть, вот эта вот жажда, да, вы не успокоитесь. С чем связана эта жажда, колесо фортуны? Знаете, здесь какая вещь по колесу фортуны в эпическом Таро. Вот мы видим человека, да, а значит здесь воронка, один идет внутрь, один идет наружу. Смысл этого аркана заключается в том, что надо определиться, по этому определению вышло, с какой-то вот, то, с чем вы хотите, да, с каким-то своим желанием, да, наметить для себя путь и отпустить. То есть до тех пор, пока вы не понимаете четко, куда вы идете, что вы хотите, вами управляет судьба. И судьба, хоть здесь аркан смерти нигде не выпадает, но судьба, по сути, это смерть. Как бы вам так это объяснить-то сейчас? Дело в том, что на греческом языке судьба, это означает, ну, слово называется мира. Мора, и она происходит из корня, который, мора, который означает смерть. Поэтому судьба, по сути, это некая такая смерть. Почему смерть? Смерть это еще сон. Так вот, судьба, это когда мы спим, да, когда мы не действуем, когда мы полагаемся на что-то. Вот здесь суть в чем заключается? Когда вы полагаетесь на какую-то судьбу, когда вы не умеете действовать, вы не умеете реализовывать, вас здесь вот отшит, этот маг выпадает. Сейчас буду говорить какие-то глубокие такие вещи. Надеюсь, что вы поймете. Потому что я это очень ощущаю. Здесь вот тройки у меня всегда такие вот высокодуховные люди. В чем здесь фишка? В том, что пришло время вам понять, что не судьба вами должна управлять, да, и полагаться вам на нее. А вы уже выросли до такого момента, когда вы уже можете творить свою жизнь так, как вы хотите. Знаете, вот судьба здесь происходит в контексте какого-то костыля, да, вот матери какой-то заботливой, да, то есть мама до тех пор, пока ребенок, он маленький, да, она о нем заботится. Но когда уже ребенку 150 лет в обед, да, а мама все о нем заботится, ну вот это как-то, ну, негармонично, да, кажется. Почему? Потому что, ну, человек уже зрелый, и он должен уже самостоятельно, не надо опираться на маму. Вот здесь у вас вот такой какой-то вот момент идет, да, и вот это вот от вас скрыто в контексте, что вы этого то ли не осознаете, то ли вы не видите, то ли вы еще не определились. Но смысл в этом заключается, что вам уже стало, в кавычках, 150 лет, и судьба-мама, она и будет продолжать за вами, ухаживать, это ее задача. Но вот вы как будто бы должны отрезать вот эту вот пуповину, да, и вырасти. Почему? Потому что вы уже для кого-то стали мамой, да, вы уже для кого-то стали этой судьбой, но у вас этого осознания пока еще нет. Так вот колесо фортуны говорит о том, что если ты не определился с какой-то целью, да, со своей конкретной, то, что ты хочешь, а мы здесь говорили по императору, вот эта вот искра внутренняя, да, ваш зов, куда вас зовет, то вас будет мотать, и вы будете отдаляться от своей цели. То есть чем конкретнее вы идете к тому, чему вы хотите, то, что вот внутри вас есть, то, что вас зовет, тем ближе вы приближаетесь. Если вы не знаете, куда вы идете, то здесь вот эти два человека, они идут в разные стороны, вы отдаляетесь от того, что должно с вами произойти. Не знаю, насколько я вам понятно здесь объяснила, но суть здесь заключается в том, что вы должны стать этим магом через осознание. То есть у вас есть этот потенциал, но в сознании вашем еще что-то не переключилось. И вот здесь вот, скорее всего, вот это вот и скрыто, да, то, что вы либо уже стали, либо вы должны стать этим магом, который управляет своей жизнью. То есть вы не должны идти на поводу вашей судьбы. Вот здесь такой аспект идет. Да, и в этом вот вам девятка мечей. Единственное, что у вас происходит, я говорила, в сознании, да, должно произойти изменение. Вот теперь посмотрите на эту девятку мечей. Мы видим руку, девушку, которая держит меч, и сзади, на заднем плане молнии, да, какие-то. Так вот, рука в данном случае, да, это не божественная рука, а это ваши ограничения в голове, да. То есть вот вам говорят, отпусти вот эти вот ограничения, да, в виде этой руки. И то есть для реализации того, что вы хотите, вот эти вот молнии, да, просветления какие-то, вот вам нужно отпустить. И отпустить, рожать вот эту руку, да, чтобы вот эти вот идеи все реализовались. То есть здесь есть то, что в вашей голове вас что-то сдерживает. А то, что вас сдерживает, смотрите, королева мечей здесь какая красивая, да, птица Феникс, королева мечей. Что вас сдерживает слишком? Что вас сдерживает? Во-первых, боль какая-то, да, боль какая-то здесь идет. Почему? Потому что королева мечей становится после какой-то боли, она переходит из королевы кубка в королевы мечей, после, возможно, какого-то предательства, возможно, какого-то такого болезненного эмоционального опыта, когда королева закрывается, да, она получила, безусловно, опыт, и она становится проницательной, да, умеет все просчитывать уже и анализировать, просто потому, что не эмоции ей уже управляет, а холодный разум. Так вот, что вам нужно отпустить? Здесь вот прям, знаете, необходимость каких-то перемен, потому что все-таки Феникс – это птица перерождения, да. Вот переродиться в голове, в каких-то, знаете, здесь мыслях. И не говорю о том, что вам надо что-то убрать, а как будто бы по-новому посмотреть. Ну-ка я посмотрю на колоде Тару Проведения. Что здесь? Здесь вам нужно посмотреть как-то на ситуацию иначе. Выпадает Аркан Мира. 21-й Аркан. Аркан Мира, знаете, о чем он нам говорит? О том, что нужно научиться ставить себе какую-то цель и шаг за шагом идти вперед, да. То есть постоянно совершать какой-то первый шаг. Ключевое здесь, знаете, что? Вот на курсе Древа Жизни я очень хорошо объясняю через Древо Жизни эти Арканы. Аркан Мира говорит о том, что человек, совершая первый шаг, он смотрит на всю ситуацию вокруг нас как будто бы по-новому, да. То есть вот я сделал первый шаг, и я смотрю, да, все окей, совершая какие-то действия на основе принятого мной решения, да. И вот следующий шаг, он не второй шаг, а он заново первый шаг. То есть каждое мое действие, все, что я делаю, я как будто бы делаю, как это сказать, по-новому, да. То есть нету такого, что вот я поставил цель, да, и я иду, и я как будто бы на автоматик не иду, нет. А вот именно каждое ваше действие, оно должно быть воспринято вами как впервые, да. Вот, допустим, не то, что вот я сделаю расклад, да, следующий расклад, да, окей, то, что такое же состояние и все такое, нет. А вот по-новому, как будто бы вот каждый раз первый раз, да, как мы говорим, да, первый раз первый класс, да, во второй класс уже тоже впервые, потому что это второй, и он впервые, да, но все равно уже есть какая-то повторность. А вот здесь вот повторности как будто бы нету. Вот ваше изменение должно быть, вот вы должны смотреть на все с позиции новизны, да, что бы вы ни делали, каждый раз искать что-то новое. Потому что когда замыливается глаз, и вы делаете что-то уже на автомате, вы как будто бы теряете какой-то смысл. Почему? Потому что вам кажется, что ситуация, она повторная, но это только лишь восприятие нашего ума такое. На самом деле нету повторных вещей. То есть даже если вы, я не знаю, каждое утро заправляете свою кровать, каждый раз вот сам процесс, он идет по-новому. Вы по-новому там, я не знаю, простынь застилаете, по-новому сбиваете подушки. Это кажется, кажется, ощущение, да, что одними и теми способами я делаю, а здесь нет. Вот здесь вот с таким подходом нужно идти, то есть умение совершать первый шаг. И здесь ключевое в Аркане Мира говорит еще о том, что... Сейчас мысль убежала, сейчас я ее поймаю заново. Так мелькнула прям, думаю, сейчас надо сказать это и упустила. Ладно. Вот когда процессы в голове идут быстро, а речь не успевает за теми процессами, которые происходят в голове. Ладно, не суть, не важно, значит, было. Вот здесь вот эти вот изменения в вашем сознании как раз-таки связаны с расширением, с расширением, с новыми какими-то возможностями, с новыми взглядами. Некая такая вот зашоренность присутствует. И это как раз-таки и не дает вам пойти в новое, для того, чтобы стать магом. Вот то, что вы не видите, это то, к чему вы должны прийти, к магу. Что еще вы не видите? Пятерка жезлов. Знаете, вот в этой колоде пятерка жезлов, да, вообще-то, в принципе, здесь, я не знаю, насколько вам видно, да, огненное все такое, потому что жезлы – это огонь. Пятерка жезлов говорит о том, что нужно уметь говорить «нет». Нужно уметь говорить «нет» каким-то искушением. нужно отсекать от себя все, что вот вас как будто бы провоцирует. Ощущение того, что вы не видите, да, этих моментов, да, кто вас искушает, вы не видите, кто вас провоцирует, кто вам бросает какой-то вызов. Вы как будто бы не видите, либо вам не нужно видеть этой конкуренции, то есть, ну вот, не обращать внимания на какую-то конкуренцию, потому что здесь вот у меня ощущение того, что здесь речь идет о профессиональной какой-то сфере, да, о реализации вас. Вы как будто бы, ну, не должны обращать внимание на то, что делают другие. Почему? Потому что вот здесь этот император, да, который сидит на неком пауке, вот он как раз-таки и говорит о том, что я знаю, что ценно и важно для меня, потому что это находится в моем сердце. А если это в моем сердце, то только я могу знать то, что мне нужно, и идти по своему какому-то выбранному пути. здесь есть вот эти вот искушения, которые, вот, вспомнила мысль, вот, о том, что я недостаточно хорош. Вот по аркану мира проходят такие убеждения, вот я недостаточно хорош, вот я сделал какой-то первый шаг, я понимаю, что я здесь не специалист. И вместо того, чтобы продолжить двинуться, вот здесь вот аркан мира, он перевернутый, вместо того, чтобы продолжить дальше двигаться, да, в этом направлении, то есть доводить до конца, здесь человек как будто бы вот не доводит до конца какие-то вещи, он перепрыгивает с моментами, ну, то есть я еще недостаточно знаю, и перепрыгивает, и идет во что-то новое, да, увлекается, то есть вот я еще вот это выучу, и потом я пойду дальше, я еще это сделаю, и пойду дальше. И это вот как раз-таки связано с некой такой конкуренцией, то есть вам говорят, вам не надо бояться, и вот эта вот вся цель, и вот этот вот анализ, все, что с вами происходит, да, и аркан императора, он говорит о том, что у вас есть внутреннее понимание вашему пути, и вам к нему нужно двигаться, и не нужно бояться, и нужно убирать вот эту вот мысль, что вот я еще вот этому научусь, потом я вот это сделаю, я еще вот это сделаю, а потом вот тогда, то есть вот там перееду, потом вот этим займусь, и тогда у меня пройдет, либо я открою свой бизнес, когда у меня будут деньги, либо я это сделаю, когда у меня вот это вот не работает, это как раз-таки есть вот уловки, девятки мечей, и здесь вот это вот, нужно здесь переродиться, эти вот мысли, они как раз таки вам и мешают и они говорят о том что вы не доводите дело до конца и вот эти вот ваши изменения они происходят только потому что вы не видите какого-то результата здесь цикл за мог круга замыкается и говорит о том что безусловно если ты что-то не делаешь не доводишь до конца ты не получаешь результата здесь как будто бы не хватает терпения здесь не хватает какой-то знаете вот выдержки хочется сказать движение к своей цели невзирая ни на что поэтому вам здесь и нужно говорить нет какой-то конкуренции каким-то искушением там на стороне да вот там будет лучше деньги да там где-то далеко трава зеленее нет вам нужно это этому сказать нет и вот повторно выпадает колесо фортуны уже на другой колоди краски говорится о том что вам нужно успокоиться да вот все циклично вы как будто бы бегаете 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 по кругу и не получаете никакого результата почему потому что вы у вас нету последовательности а последовательности ваших действий нету почему потому что вы не верите вот здесь вот вам первично как раз таки и нужно поверить в себя том что вы есть этот маг что до маг он и умеет и знает и вот вам нужно поверить перевертый марк говорит о заниженной самооценки о том что человек не верит в себя здесь ключевой у нас идет в подростковом возрасте именно становление себя определение себя до вот там что-то такого возрасте 14 12 лет что-то такое произошло и вы как будто бы потеряли веру в себя вот вам это боже как у вас здесь все запутано вам это нужно увидеть вот с этим было связано то что вы не видите вам нужна последовательность не что еще вы не видите тройка пиндаклей ну вот тройка пиндаклей здесь очень красивое приведение выстраивает храм да вот здесь вот а внизу сидит девушка и переливает из кувшина что-то то ли цветок поливает то ли что-то что вы не видите что вам нужно просто вкладываться понимаете здесь тройка тройка пиндаклей у нас всегда говорит об оттачивании от шлифовывания своих каких-то навыков до которые своих каких-то способностей для того чтобы мы пришли восьмерку пиндаклей и стали уже профессионалом то здесь нам нужно полностью сфокусироваться вот здесь вот опять таки повторно вам нужно сфокусироваться и идти да то есть вам не надо много идеи реализовывать одна которая есть вот у императора в сердце есть какая-то цель идите к ней пока вы ее не получите не знаете вот я не случайно сказала что пока я ее не добьюсь да я как говорится не умру это метафорично говорится о том что не не бойтесь здесь вот кто-то боится что я время потеряю что у меня на это все займет всю мою жизнь неважно если это действительно ценно для вас да то пускай на это уйдет целая жизнь вы не должны переживать на этот счет главное чтобы это вас согревало чтобы это вас наполняла чтобы это вас было ну для вас очень важно и значимо потому что только так вы сможете стать магом и волшебником да как бы так сказать оттачивая свое какое-то мастерство вот вот такая вот третья позиция была чтобы мне какие-то вот все мудреные как-то вот окольными какими-то путями все рассказывали а вот такой вот у меня было сегодня для вас расклад еще раз хочу поблагодарить вас за то что вы остаетесь со мной мне это очень приятно благодарю вас за ваши комментарии отдельные за неблагодарность почему потому что именно ваши комментарии они показывают какую-то вот изюминку до моего канала что общение она не формально и да что вот просто я благодарю за то чтобы смотри расклад нет а есть уже какое-то вот у меня такое ощущение до основная масса людей которые пишут комментарии ну в принципе это одни и те же люди да и здесь уже какой-то вот какая-то родственность да что ли появляется я уже знаю что вот этот человек вот так напишет вот этот человек вот так напишет и ну вот как-то что-то такое родное что-то такое как будто бы какая-то вот некая община понимаете вот ты выходишь и как это боже мой как она называется и туне а сейчас я скажу какой-то вот ну когда все на районе знают друг друга ты выходишь уже совсем и здорово и и вот у меня вот такое вот восприятие до ваших комментариев когда я читаю что мы уже все как-то вот близкие родные уже да уже знакомы друг с другом хотя бы заочно и поэтому общение нужно какое-то вот другое я не могу вам это передать но вот в этом есть какая-то вот скорее всего изюминка моего канала и моего с вами общение то есть она не ограничивается только раскладом и вашими историями да а что-то уже такое вот личное что меня связывает с вами вот все выговорились я с вами прощаюсь до нового расклада всем пока пока